А для кого вы проводите экскурсию? Кто ваши экскурсанты? Ну, пока что друзья, родственники, соседи, если захотят. Ну вот я так понимаю, что это диплом, тот, про который вы говорили, да? Да. Тот, который вы получили. И я знаю, что у вас же тоже есть награды. Такие же? Тоже диплом. В конкурсе «Покажи Москву» за маршрут беговой экскурсии. Это называется «Вокруг Садового кольца». То есть экскурсия, которая происходит полностью бегом, без остановок. Полностью бегом, то есть? Полностью бегом, 16,5 километров. 16 километров бегом? Это Садовое кольцо, 16,5 километров. Оно да, где-то темп 8 километров в час примерно у группы. И особенность того, что наш гид Вадим Зеленский, с которым мы придумали как раз этот проект «Беги и слушай», он... в общем, его уникальная особенность в том, что он может вот эти все 16 километров... Есть у нас и маршрут больше, 21 километр бегали. Он на протяжении всего маршрута говорит, рассказывает группе о том, что пробегают. И остановки только технически есть на светофорах, потому что Садовое кольцо, там есть необходимость кое-где переходить. Вы говорите о том, а вы не проводите? Я как соавтор, как учащий... Но вы тоже говорите? Я не провожу, я участвую в экскурсиях, тестирую на себе маршруты, на мне их, точнее, тестируют, как ложится материал, что хорошего, правильного можно услышать. То есть я как бы тоже... А сколько у вас обычно в этой группе бегущих? Группы у нас от 5 до 40 человек собираются, бегут все с радиогидами. То есть здесь у Вадима есть передатчик, у всей группы приемники. В общем, говорить может только он. Группа бежит и слушает. И уже после экскурсии у группы есть возможность задать вопросы. Вадим задает также группе обязательно вопросы, чтобы убедиться в том, что его слушали, что запомнили. То есть такая немножко проверка усвоения материала, эрудиции, выручает памятные сувениры обязательно участникам. Приходят абсолютно разные люди из разных городов, из разных стран, потому что экскурсии и на английском в том числе есть возможность проводить, поэтому даем возможность признакомиться. Ну и для наших участников это возможность узнать Москву. У нас есть участник один, который у нас всего 16 маршрутов. Он был на всех и по несколько раз, потому что он переехал из Екатеринбурга в Москву. И для него, так как он тренируется, он бегун, ему важно много бегать, он рассматривает для себя в этом возможность каждый раз узнавать что-то новое, погружаться все глубже и глубже в историю Москвы. А вот я правильно понимаю, что вот бежать и рассказывать при этом, это то же самое, что выступать под фанеру, это нереально сложно. Я слушаю, думаю, бежать еще и говорить, еще рассказывать, на чем-то заострять внимание, это очень сложно. А вы приходите? Да какой из меня бегун? А вы на велоформат приходите? Да, я вам проще спою. Нет, ну двигаться же на сцене приходится, это как бы на дыхалке отражается, поэтому, когда ты и поешь, и по фанеру, да? 24 часа в сутки, так скажем, были, да, сплошные репетиции, было проще. Сейчас немножко по-другому. Сейчас я музыку такую пою, даже про Москву, пою такую музыку, ну, дорогую, что ли, понимаешь, такую ближе к джазу. Ну, как, вот, я такую музыку вообще всегда любил. А когда вы с семейством вот выезжаете куда-то, на экскурсии ходите? Дело в том, что, понимаешь, в чем дело? Мы вообще очень, девчонки особенно любят вот эти все экскурсии, куда-нибудь пойти, посмотреть, но одну из первых экскурсий я, Маруськи, провел в своей машине. Гумцум, Красная площадь, Бульварное кольцо. У меня там есть любимые какие-то места, в которых я даже там написал стихотворение «Люблю сидеть я в сквере, тот, что у реки, и даже самый надоедливый прохожий не сядет ближе согнутой руки». Понимаешь? Ну, и Москва вообще уникальный город. И хорошо, что идет развитие того, что все конкурсы, там, вот какие-то клич кинули, и все, понимаешь, там, экскурсии, все хорошо. Тем более, что рассказывать о своем городе, это всегда очень приятно. Я когда служил на Северном флоте, у нас было 30 москвичей, 15 ребят из Питера, и вот мы друг другу рассказывали. Ну, там, естественно, питерцы, там, вот у нас такое, а мы вот про нас. По большому счету, когда есть общественная организация, в которой я являюсь директором по культуре, и называется она «Союз социальной справедливости России». И поначалу, еще в 90-х, у нас были подопечные из детских домов. Ну, они там, кто-то уже вырос, понимаешь, и было 54 отделения. И вот ребята, которые из разных городов приезжали, я им всем экскурсию делаю. Типа, давайте я вам Москву покажу. Тоже экскурсия, тоже хорошее дело, понимаешь? Дарья Михайловна, как вам такой формат? Мне кажется, это очень интересно. А вот вы сказали, что про конфеты вы упомянули. А вы своих, как это сказать, экскурсантов, да, правильно? Я это все время уточняю. Вы их как-то стимулируете или только улыбкой, или тоже конфеты там раздаете? Мы когда ходим куда-то, я тоже вопросы задаю. И тоже вот как приз я тоже конфету даю. Вот хотите, могу вам вопрос задать тоже. Вот у меня конфеты с собой есть. Да. Вот что изображено? Одно здание можете угадать? Или два? Ну, сколько сможете? Ну, я догадываюсь, что это что-то. Ну, вот первое. Это же, наверное, что это? Это у нас... Это Третьяковка? Это Третьяковская галерея, да. Разве это... А, вот это Третьяковка? Это Третьяковская галерея, да. Так, а что это за конфеты вообще такие? Это мне? Да, это вам. Я почему уточняю, потому что я же не угадал, я же не ответил. Я угадал, мне отдай. Да, все, да. Заслуженно, заслуженно. Вот. А что еще там, помимо Третьяковки? Там изображено... Ну, вот первое, это Третьяковская галерея, потом это храм Николая... Святого Николая, который... Находится на Аперсеневской набережной. Да, на набережной. Потом третье, это Софийский собор, Софии Примудрости Божией. Это напротив Кремля. Да, на Софийской набережной. А четвертый, может, вы тоже угадаете четвертый? Нет, мне одного достаточно. Четвертый, это храм Григория Неокисарийского на Большой Полянке. Вот у этого храма очень интересная история, на самом деле. Что за история? Этот храм построил Василий II, или как его еще называют, Василий Темный. Он дал обет, что когда освободится из татарского плена, построит храм, во-первых, на том месте, откуда увидит Кремль, и назовет его в честь того святого, в какой день он освободится. И вот получается, что освободился он в день святого Григория, скажем так. А вот вам кто помогал разрабатывать ваши маршруты? Именно маршрут. Моя учительница, мы с ней вместе... Да, вот та, про которую вы в самом начале рассказывали. Да, моя учительница, Ольга Леонидовна. Очень большое спасибо ей за это. Мы с ней, когда составляли этот маршрут, ходили тоже, другие какие-то здания тоже смотрели, потому что про маршрут там же надо рассказывать не только про те здания, которые на фантике, а еще которые справа-слева стоят. Я думаю, что здесь надо подумать о том, чтобы совмещать формат. Мне кажется, здорово, что у вас там люди бегут. А потом надо, как у Дарьи Михайловны, давайте вместе с тем, кто добежал, давайте конфетку. Я считаю, что это... Беги и слушай, добежал покушай. Вот, вот сразу... Новый формат. Мы присутствуем при рождении нового хита. Да? Уже сейчас есть. А мы даем, мы даем обязательно ей булочки, бананы, чай, водичку, мы обязательно кормим. То есть вы о самом главном не сказали. А потом... Особенно у нас вот этот маршрут, который... Садовое кольцо, которое победило в конкурсе «Покажи Москву», у него есть традиция вообще, в Москве есть традиция. 1 января в 10 утра у парка Горького собирается огромное количество бегунов, сотни человек. Вот. И бегут в разном темпе, от очень быстрого до такого спокойного. И вот один из форматов этой пробежки, это как раз беговая экскурсия. Вот. А уж 1 января, после пробежки в 10 утра вокруг Садового кольца, сам Бог велел угостить людей. Пирожками, мандаринками. Кто игристо достает, у кого что, напитки разные бывают. В общем, это маршрут, который, на самом деле, для нашего города, он такой достаточно значимый, потому что люди... Ну, где-то человек 300 минимум собирается на пробежку. Это одна группа. И я знаю, что в течение дня 1 января Садовое кольцо также обегает вообще очень много людей. Вот. Ну и тем более в формате, когда еще и бежишь, и начинаешь год с полезной информацией о том вообще... Я считаю, что «Беги и слушай» отличное название для альбома очередного. Советую подумать над этим. У меня другое название очередного альбома следующего, но... Через один. Возможно, все-таки что-то я и по этому поводу напишу. Я надеюсь услышать. «Беги и слушай». А мы после рекламы продолжим разговор о том, как и какие бесплатные экскурсии могут посетить жители и гости столицы, и что нужно, чтобы самому проводить экскурсии по Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова